Несмотря на капитальный ремонт здания, ученики первой городской школы собрались на торжественную линейку во дворе своей родной школы. Первый звонок в школе номер один в новом учебном году подают сразу три первоклассницы. За парты здесь впервые сядут 86 учеников трех классов. Александр Тедлецкий сам окончил эту школу 20 лет назад, а сейчас сюда же идет учиться его дочь. Первое сентября – это всегда волнительно. Это большой жизненный путь, как для детей, так и для родителей. Волнительно. Мы задолго готовились с ребенком. Я сам заканчивал первую школу. Помню, как у меня было первое сентября. Закончит общее среднее образование в этом учебном году 48 выпускников 11-х классов. Среди них и Варвара Антипина. Первое сентября, я помню, я пришла в школу вместе с мамой. У меня был огромный-огромный букет, который был, наверное, больше меня. Мы заходили в класс, сидели в классе. Я думаю, все очень волновались, потому что первый раз в школу. И потом мы все дружные колонны пошли на линейку спортивных залов. И там вот сидели, слушали выпускников, которые в то время, а сегодня уже мы выпускники. И время пролетело очень быстро. К обучению школьники приступят со 2 сентября. На данный момент размещаемся в двух школах. Четвертая школа предоставила нам место. Учимся мы там со второй смены. С двух часов до шести часов образовательный процесс у нас там проходит. Там размещены у нас 5-11 классы. И в школе имени Пырерка начальная школа учится. Образовательный процесс у них происходит примерно с утра до часа. Тоже несколько смен, две смены. Дети учатся по 13 минут. Время на проветривание класса 20 минут по рекомендациям. И та и другая школа предоставляют детям горячее питание. Учиться во вторую смену в других образовательных учреждениях города ученики первой школы будут в течение сентября, пока не закончатся ремонтные работы. Ну, я очень благодарна родителям и детям, что все вошли в такое положение, что в школе все-таки нужен ремонт, нужно менять систему утопления. Все достаточно лояльно отнеслись. И, в принципе, все хорошо. И школьники не покидают нас в такой не очень легкий для нас момент и остаются с нами. Сами школьники к такому началу учебного года тоже отнеслись с пониманием. В 11 классе это, наверное, не самая лучшая новость, так как вторую смену учиться и в 1 классе довольно тяжко в связи еще с ремонтом, то это вообще не очень. Но на самом деле, думаю, прорываемся и все сдадим успешно. Первая школа – одна из крупнейших в городе. Всего здесь обучается почти 900 человек, а ее выпускники ежегодно становятся студентами лучших вузов страны. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.